Добрый вечер. Меня зовут Позорова Ольга. Я с удовольствием представлю вам работу двух объединенных групп на сегодня. Это группа воспитания, образования и демография. Для начала два слова. Мне хотелось бы поблагодарить наших организаторов, за прекрасную организацию, нашего идейного вдохновителя Алексея Вайца. Без него бы ничего этого не было. Спасибо тебе огромное. И далее мы перейдем к тому, что мы наработали сегодня. Группа работала по технологии НАСК, по групповой динамике. Мы шли шаг за шагом по предложенному нам, как предложенному нам работе. Вначале мы обозначили проблематизацию. Выделили 13 проблем. Я вам зачту топ-3, чтобы не снимать ваше внимание. Можно кричать, я просто буду очень долго, хорошо, опять. Первое. Закостенелость педагогической системы, отсутствие как таковой методологии системы образования, формирующей мыслящего и свободного человека. Отсутствие общих целей воспитания и образования на уровне государства. Разрыв между разными уровнями образования. Отсутствие воспитательных и образовательных норм, общих целей в разрезе государственной идеологии. Потребительское отношение к жизни и, как следствие, снижение рождаемости и семейных целей, семейных союзов. Детей обсуждают как технологию, а не как эмоции. Ум с сердцем не в ладу. Бессознательные культурные годы находятся у многих детей и взрослых в состоянии хронической сшивки, с сознанием, которое направляет человека на то, чтобы быть как люди. Люди обратят внимание в калычки, как у нас есть. С шифров, я имею в виду. Информатизация и цифровизация, как сама цель, в сфере вузов. Цифровизация не опирается на новые методологии, направленные на решение проблем. После проблем мы перешли к цели полагания и обозначили топ-5 целей. Наличие государственной идеологии, понятной населению, направляющей деятельность организаций и институтов с учетом специфики России и современного контекста. Определение понимания образа будущего, уверенность в нем, в связи с этим повышение уровня рождаемости, формирование непротиворечивых систем ценностей в обществе. Переход на государственном уровне к созидательному консерватизму, отношение к модернизации в области образования, воспитания, культуры как к развитию отечественных традиций, а не как к культурному слову. Создание интегральной системы образования, позволяющее воспитывать мыслящую и свободную личность. Целью воспитания образования является спокойная уверенность в завтрашнем дне. Формирование методологической системы воспитания и образования, которая будет учитывать исторический, культурный ходы, нравственные нормы и понятия. Далее мы перешли к миссии группы, была жаркая дискуссия, в итоге группа пришла к такой миссии. Формирование ценностей, ценностной общности людей в пространстве развития, воспитанный и образованный в русле отечественных традиций человек определяет будущее страны. На основе миссии группы мы предлагаем вам ознакомиться с образом будущего. Государственная идеология понятна населению и созвучна с российскими традициями, обеспечен культурный суверенитет. Образование как социальная сфера реализует эту идеологию. Создано общество воспитанных, образованных, свободных людей, живущих в пространстве доверия, где свобода подразумевает ответственность, а не вседозвольность. Каждый человек на протяжении жизни включен в систему образовательной коммуникации, дающих личностным и профессиональный рост. 15 вузов страны с мировой репутацией, вполне настижимая цель, не правда ли? В российских вузах 30% студентов из-за рубежа, в том числе из стран первого мира. Несмотря на развитие электронных технологий обучения, роль личности учителя в образовании остается ведущей. Восстановлен престиж и уважение к педагогической профессии. Реализуется осуществленная деятельность педагогов и именинизирована бюрократическая составляющая. Восстановлена ценность института семьи в обществе и государстве. Большая семья стала модной. Наша страна стала пространством развития не только для своего народа, но и для представителей других стран. Интеграция мигрантов готова ассимилироваться в отечественную культуру. И наше послание группам на завтрашний день. Поскольку человек является основой всех направлений, которые здесь затронуты, человек воспитанный и образованный тем более, нам было очень сложно определить между собой, вы видите по цифрам, по проекциям, куда нам определить наш образ будущего. Все же мы делегируем наших участников в различные группы. Они определены у нас. Правда, их немного, поэтому мы затронем экономическую, политическую сферу, идеологию и онкологическую ценность. Остальные? Другие группы нам провели послание, да? Да, провели послание.